Всем здравствуйте! Предлагаю сегодня испечь плюшки. Для выпечки нам потребуется молоко сухое, дрожжи, маргарин, ванилин, яйцо, сахар, мука и растительное масло. Для начала замесим тесто. Нам вода теплая, температура 36-37 градусов, приятная для руки. В воду насыпаем сухое молоко, 2-3 ложки с горкой. Ложим маргарин, буквально вот стручка немножко. Маргарин мягкий должен быть. Соли, буквально вообще на кончике ложки. Высыпаем ванилин. Сахар нужно чуть больше полстакана насыпать. Вот это оставляем для посыпки. Дрожжи я насыпаю вот таким образом. Мерка у меня. Рука как начала сыпаться, две таких вот пригоршни. Дрожжи растворяем в воде. Вода должна быть не горячей, так как дрожжи можно сварить. Смело высыпаем сюда муку. Муки килограмм. Чуть-чуть не досыпайте. Вымешивайте. Дрожжевое тесто любит тепло. Поэтому не открывайте окна, по возможности, чтобы не было сквозняка. Подсыпайте оставшуюся муку. Вымешиваем до такой консистенции, до такой концентрации, так сказать, тесто, пока оно не будет вот так за ложкой волочиться. По тазику за вами следом ездить за ложкой. Сильно густое не нужно делать, потому что изделие будет тяжелым. Если тесто у вас получается немножко жестковатое, ой, жидковатое, вернее, не жестковатое, например, воды перелили, добавьте чуть-чуть муки и подмесите рукой прямо. Вот тесто у нас замешано. Должно быть упругое, приятное на ощупь. Довольно-таки легко отставать от таза. Накрываем его и подождем, пока оно подойдет. Прошло немного времени. Время подхода теста зависит от того, какая температура у вас была, насколько активны дрожжи. У меня около 15 минут прошло до подъема теста. Сейчас я покажу, как его нужно поделить на одинаковые кусочки. Смазываем столешницу маслом. Руки тоже у нас в масле. Тесто пищит. Влаживаем на столешницу. И вот такими выдавливающими движениями делаем одинаковые порционные кусочки. Одинаковые кусочки на столе тесто. Сейчас я покажу, как их разделывать. Выкладывать мы их будем на смазанный маслом растительным противень. Для разделки нам потребуется растопленный маргарин. Я растапливаю его в микроволновке. Берем кусочек теста, смазываем руки маргарине и делаем такие лепешки. Сворачиваем эту лепешку в рулетик. Складываем пополам. И разрезаем ножом. Разрез должен не доходить до конца. Разворачиваем нашу лепешку. И укладываем ее на противень. Со всеми остальными мы поступаем идентично. Одинаково. Сворачиваем. Складываем пополам. Разрезаем. Разворачиваем. Разделали плюшечки на один противень. Не ждем разделки следующих. Посыпаем сразу уже на этом противеньке плюшки, которые готовы с сахаром сверху. Пока не подсох маргарин, чтобы сахар прилепился. Не смотрите на разрывы. В плюшках сейчас все это подойдет. Тесто сравняется, все будет красиво. В это время уже можно включить духовку. Пока духовка разогреется, плюшки подойдут. Плюшки подошли. Можно садить их в духовку. Духовка тоже нагрелась. Духовку выставляем на 180 градусов. Все, давайте будем в печку садить. Будем печь. Плюшки через 5 минут уже поднимаются высоко. Их нужно переворачивать. Немножко, чтобы они равномерно подрумянились. Прошло 12 минут. В моей духовке они пекутся минут 12-15. Все они у нас пропеклись. Румяные, ароматные. Снимаем их на блюдо, чтобы они остыли. Иếco 5 минут.